Здравствуйте, мои читающие друзья! Это вторая часть моего рассказа про роман «Двойна и мир» Лева Толстого. Я продолжаю индуитивное чтение и рассказываю, о чем эта книга с моей субъективной точки зрения. Мне очень хотелось бы узнать и вашу субъективную точку зрения, что вам понравилось в романе, что зацепило, что запало в душу. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, я буду очень ждать. Итак, мы продолжаем. Пункт 11. Великие люди – селебрити. Селебрити – это психопаты. Великие люди, те, которые вершат историю в романе – это Наполеон, Александр, полководцы, за исключением Кутузова. В общем, люди, которые творят великие дела, суть люди – бессердечные. Как будто проведение, высшая сила, высший умысел поставили их над людьми, и они вершат чью-то волю. Князь Андрей думает. Лучшие генералы, которых я знал, глупые или рассеянные люди. Не только гения и каких-либо качеств особенных не нужно хорошему полководцу, но, напротив, ему нужно отсутствие самых лучших высших человеческих качеств – любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо уверен в том, что он делает. Очень важно, иначе у него не достанет терпения, и только тогда он будет храбрый полководец. Избави бог, кули он человек. Полюбит кого-нибудь, пожалеет, подумает о том, что справедливо и что нет. Полководцы, двигатели огромных масс людей, великие стратеги, которые хотят изменить мир, все те, кто за кардинальные меры, которые меняют жизнь людей – это очень, очень плохие люди, по мнению Толстого, у которых отсутствует эмпатия. Вспоминается книга, которая недавно была переведена на русский язык «Мудрость психопатов» Кевина Даттона про феномен психопатов. Почему эти люди всегда добиваются своей цели? Потому что упорно идут к ней, не тратя энергию на других людей, не сочувствуя, вообще не обращая внимания на других людей. Такие люди и только такие становятся известными политиками, топ-менеджерами транснациональных компаний, селебрити и известными блогерами. Не потому, что они особо талантливы, потому что, первое, они могут идти по головам других людей, второе – не сомневаются в себе, третье – не сомневается в том, что их решения единственные правильные. В общем, это довольно плохие, неприятные и опасные люди. Что конкретно Толстой думает про Наполеона? И не на один только час и день были помрачены ум и совесть этого человека, тяжелее всех других участников этого дела, носившего на себе всю тяжесть совершавшегося. И никогда до конца жизни не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого, чтобы понимать их значения. Пункт двенадцатый. Червь я дрожащий или право имею? Где-то я это уже слышала. Вынужденное убийство, убийство во благо. Толстой берет тему из романа «Преступление и наказание» и использует ее. Первая публикация «Преступление и наказание» состоялась в 1865 году. Толстой к этому времени пишет третий том «Войны и мира». Скорее всего, «Преступление и наказание» он уже прочитал и пишет сцену, где Ростопчин, военный губернатор Москвы, отдает приказание толпе казнить подозреваемого поджигателя. Я так себе это и представляю. Толстой за книгой или после чтения на предобеденной прогулке и он говорит себе «А вот, кстати, интересная тема, можно ее использовать». По сюжету военный губернатор Москвы Ростопчин должен был отвести от себя напряжение толпы, которая пришла к нему с требованием и недовольством. Чтобы толпа не набросилась на него, Ростопчин решает бросить ей на растерзание, сделать козлом отпущение мнимого или подозреваемого поджигателя. Он был приговорен к атыжным работам, но не к смерти. От страха за свою жизнь Ростопчин отдает приказание зарубить человека. Толпе указывает на него как на поджигателя Москвы и обвиняет его в сотрудничестве с Наполеоном. Вообще обвиняет во всех смертных грехах. По приказу Ростопчина мнимого поджигателя казнят. Толпа разносит его в клочья. Ростопчин спасен. После казни он содрогается от ужаса, но находит в себе оправдание. Он должен был спасти себя ради общественного блага. Я должен был сохранить себя как представителя власти и уполномоченного царя. Но совесть его не оставляет в покое. Как не свежо было это воспоминание, Ростопчин чувствовал теперь, что оно глубоко до крови врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет. Но что напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить до конца жизни это страшное воспоминание в его сердце. Он слышал, ему казалось теперь звуки своих слов. Руби его, вы головой ответите мне. Зачем я сказал эти слова? Как-то нечаянно сказал. Я мог не сказать их, думал он. Тогда ничего не было бы. Он видел испуганное и потом вдруг ожесточившееся лицо ударившего драгуна и взгляд молчаливого робкого упрека, который бросил на него этот мальчик в лисьем тулупе. Но я не для себя сделал это. Я должен был поступить так. Чернь, злодей, общественное благо, думал он. Не напоминает ли это вам рассуждение Раскольникова. Напоминает ту же проблему, которую поднимает Достоевский. Можно ли убить человека и при каких условиях? Есть ли условия, при которых убийство может считаться справедливым? Нет таких условий. Польза для общества? Угроза для общества. Например, Ростопчин смог отдать приказание казнить поджигателя. А Пьер Безухов собирался пробраться в Кремль и убить Наполеона и спасти Россию, потому что Наполеон – это угроза обществу. Но Безухов понимал, что не сможет этого сделать. Пистолет и кинжал и армяк были готовы. Наполеон въезжал завтра. Пьер точно так же считал полезным и достойным убить злодея, но он чувствовал, что не сделает этого. Почему? Он не знал, но предчувствовал, как будто что не исполнит своего намерения. Он боролся против сознания своей слабости, но смутно чувствовал, что ему не одолеть ее, что прежний мрачный строй мыслей о мщении, убийстве и самопожертвовании разлетелся, как прах при прикосновении первого человека. Еще одна цитата. И вдруг, как он вспомнил свое намерение, голова его загружилась, с ним сделалось дурно, так что он прислонился к забору, чтобы не упасть. То есть Ростопчин, спасаясь инстинктивно, защищает свою жизнь, направляет ярость толпы на осужденного, которого казнят по его приказу. А Пьер Безухов, спасая Россию, не может совершить убийство Наполеона. Размышления Толстого довольно наивны по сравнению с размышлениями Достоевского. Если ты хороший человек, то ты не сможешь убить человека, даже если это нужно, даже если это Наполеон, Антихрист, даже чтобы остановить французов. А если ты плохой человек, как граф Ростопчин, то ты можешь отдать приказание убить человека, казнить Верещагина, только чтобы была жертва, только чтобы от тебя отстала толпа и оправдаться общественным благам. Но это же наивно. А как же солдаты, которые убивают тут же на Бородинском поле? Если бы Толстой показывал, ради чего человек готов лишить другого человека жизни, это был бы другой уровень повествования, другой уровень вопросов. Защищаясь инстинктивно, ради своего ребенка, ради чего еще? Над этими вопросами задумывается Достоевский. Это его масштаб. У Толстого пока только хороший человек не может сделать плохо другому человеку. Но только Наташа Ростова смогла бросить жениха перед свадьбой. Пункт тринадцатый. Герой и не герой у Толстого. Мало того, что Пьер не может, не чувствует в себе силы убить Наполеона, но чувствует необходимость в этом, свой долг, то он еще и по дороге спасает девочку из пожара. Сцена очень-очень трогательная. И тут мы вспоминаем учебник голливудских сценаристов Блейка Снайдера, который так и называется «Спасите котика». Суть в том, что главный герой должен спасти ребенка или котика или щеночка или любое милое существо. Тогда мы будем растроганы и его полюбим безмерно. Так что Толстой тоже здесь использует голливудский прием. Понятно, что учебник был написан уже после многократного перечтения и переосмысления Толстого в Голливуде. В литературе есть два типа героев – герой и не герой, то есть супергерой, богатырь, супермен, дядя Степа, Анжелика Дюплеси, демон Печорина, наделенные всеми возможными суперспособностями, красотой, умом, силой, везением и так далее. Они встречаются в эпосе, в текстах древних. Человек читает, не задумываясь, насколько это похоже на правду, просто читает и верит в него, не сомневаясь, не подвергая никакой критике. Такого не может быть, люди не могут летать, таких змеев-горынычей раздавило бы давлением. А если это женщина-героиня, то она непременно и Василиса Прекрасная, и Василиса Премудрая, то есть и красивая, и умная, и доктор наук. Второй тип героем – герой свой парень. Обыкновенный человек, как я и ты, немного слабак, но честный малый. Чебурашка, храбрый партняшка, Марти Макфлай из «Назад будущего» и Пьер Безухов. Пьер Безухов относится к героям обычным людям. Это простофиля, попавший в высший свет волею случая, он незаконный сын вельможи, на которого свалилось богатство, которого даже дружба с масонами не научила их хитрости, то есть он продолжает жить своим собственным умом. В общем, живет и мучается, как каждый человек, только без миллионов. Тем выигрышнее становятся сцены, когда Пьер спасает ребенка из огня. Да, он тюхля, его насильно женили, им вертит жена и кто угодно, потому что он добрый и слабохарактерный. Но в занятой французами Москве мир переворачивается, и Пьер вырывается за рамки своего сознания. Он уже не тот Пьер, что был вчера, баловень судьбы и страдалец от невыносимой легкости бытия. Толстой пишет, что Пьер как будто бы был пьян, он был не в себе, он вообще решил спасти Россию, убить Наполеона, решил, что он избран для этой миссии. И вот он идет по Москве, спасает попутно ребенка из загоревшегося дома, рискуя собой. Читая эти страницы, мы не верим, что Безухов мог бы пройти мимо и не совершить благородный поступок, не отдаться доброму, но безумному чувству. Толстой играет с нами, говоря, что даже человек не героических качеств, не супермен, не супергерой, а обычный человек, даже мямля растяпа, способен совершить героический поступок. Интересно, спасал ли сам Толстой человека когда-нибудь, безрассудно рискуя своей жизнью? Да, он всегда подавал милостыню, постоянно. Но рисковал ли он своей жизнью? Кстати, не на охоте, а спасая другого человека. Интересно, спасал ли человека какой-либо герой Достоевского? Мне не вспоминается. Герой Достоевского обычно отдают последнее, последнюю копеечку или спасает человека тем, что не дают погубить себя. Как Раскольникова спасает Разумихин, как Настасья Филипповна спасает князь Мышкин, как Соня Мармеладова спасает Раскольникова, уделяя им внимание, разговаривая с их душой. У Достоевского героя нужно спасать от самого себя, от его зловредных мыслей. Это очень интересно, это замкнутая система, самый сложный уровень повествования. Когда убийца был не кто-то там еще до твоего рождения, Гарри Поттер, ты его не знаешь и не можешь знать. И даже не шофер, который подвозит главного героя к месту преступления, а конкретный ты, твоя мысль, внушенная бесом. Но об этом позже в рассказе про Достоевского. Подписывайтесь, чтобы не пропустить наш разговор. Пункт 14. Вы свободны, ты свободен. Перед тем, как французы заняли Москву, Пьер бежит из дома и приходит в дом к своему наставнику по масонской ложе. Тут уже умер, но в доме его знали и слуги пустили Пьера. Пьер должен разбирать бумаги своего наставника. Вместо привычной роскоши и удобства жизни спал, не раздеваясь на жестком диване и ел одну пищу с Герасимом. Другое было то неопределенное, исключительно русское чувство презрения ко всему условному, искусственному, человеческому, ко всему тому, что считается большинством людей высшим благом мира. Он почувствовал, что и богатство, и власть, и жизнь, все, что с таким старанием устраивают и берегут люди, все это, ежели и стоит чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым все это можно бросить. Это было то чувство, вследствие которого охотник-рекрут пропивает последнюю копейку. Запивший человек перебивает зеркала и стекла без всякой видимой причины и зная, что это будет стоить ему последних его денег. Помните эпизод в «Бриллиантовой руке» с битьем зеркал и витрин? Вот это оттуда же. Пьер чувствует себя свободным, бросив все свое имущество, свой дом, миллионы денег. Он живет в чужом доме с чужим слугой, ест то, что едят бедные люди и чувствует свободу. При этом Москву занимают враги, страна почти уже захвачена, будущее туманно, его просто нет. А прошлое перечеркнуто, абсолютно неважно. Но Пьер чувствует себя свободным. Ты свободен, когда можешь отказаться от всего, за что держался. Отчаянная свобода – это вполне в национальном духе. Это свобода на грани отчаяния. Гори все огнем, гори Москва, не доставайся же ты никому. Даже не знаю, как это прокомментировать. Если у вас был такой опыт, у меня был, вы тоже могли заметить, как мало человеку нужно на самом деле. Возможно, ему нужно постоять на краю пропасти и отойти. Пункт пятнадцатый. И снова Достоевский. Толстой подводит Безухова под приговор. Его собирается расстрелять французы. И Пьер Безухов стоит некоторое время, ожидая казни, пока расправляется с первой очередью приговоренных. Здесь снова вспоминается Достоевский. Толстой не берет идею из романа Достоевского, а берет саму жизнь Федора Михайловича и использует ее в романе для оживляша. Да, Толстой посмел. Может быть, поэтому Толстой и Достоевский никогда не общались, никогда не искали встреч друг с другом, не писали друг друга, не общались через газеты. Полемика шла из подваль. Это были настолько тайные знаки, что были видны только им. В отместку или в честь, кто знает, Федор Михайлович назвал своего идиота, князя Мышкина, как графа Толстого, Львом Николаевичем. Тоже двусмысленно. То ли Лев Николаевич – идиот блаженный, то ли святой человек. Такая гениальная загадка Достоевского. Так вот, Достоевский сам в молодости пережил последние минуты перед казнью, и это изменило всю его жизнь и личность. А может быть, сделало тем, кем он стал – великим гуманистом с глубокой душой, в которой есть место не только светлому, но и темному. Будучи молодым писателем, уже чуть-чуть получив известность в литературных кругах, он однажды попал на вечер в одном обществе, где читали запрещенное письмо Белинского Гоголю. Это вообще очень интересно, как, впрочем, интересно все, что касается живой русской литературы, людей, которые ее творили. Если вы найдете это письмо в интернете, даже на вики-чтении, далеко ходить не нужно, то прочтете его, и вы будете в ужасе от того, как смело проехался Белинский по Гоголю, по российскому обществу, по его скрепам, святыням, по религии. Это очень жесткий текст, в России это письмо было запрещено. Я вообще удивлена, как оно сейчас напечатано. Белинский писал, отвечая Гоголю, что стране нужно не о душе думать, не молиться о смягчении нравов и гордыни, а элементарное соблюдение уже существующих законов. Полиция давно следила за этим обществом, долго внедряла туда провокатора. Это была целая операция. Участников общества и особо высказывавшихся обвинили в создании заговора против властей и приговорили к расстрелу. Это дело получило название «Дело Петрашевцев», так как собрания проходили у Михаила Петрашевского. Арестовали 40 человек, половину приговорили к расстрелу. В последнюю минуту перед экзекуцией казнь отменили с ссылкой и разжалованием в солдаты. Так родился Достоевский во второй раз. В общем, это история Достоевского, позаимствованная Толстым для Безухова. Безухов, конечно, не лишится состояния, как говорится, богатые только богатеют. В результате пожара Москвы он каким-то образом еще больше разбогател и не был сослан в солдаты. В плену промучился только месяц, а потом снова вернулся к своим особнякам, коммердинерам и ананасам в шампанском. Интересно, стоял ли сам Толстой на краю гибели? Да, он служил на Кавказе и принимал участие в крымской кампании. На него нападала медведица на охоте, она чуть его не разорвала. Те страшные минуты, которые он пережил во время казни, как будто смыли навсегда из его воображения и воспоминания тревожные мысли и чувства, прежде казавшиеся ему важными. Ему не приходили мысли ни о России, ни о войне, ни о политике, ни о Наполеоне. Ему очевидно было, что все это не касалось его, что он не призван был и поэтому не мог судить обо всем этом. Ему казалось теперь непонятным и даже смешным его намерение убить Наполеона. Озлобление его против жены и тревога о том, чтобы не было посрамлено его имя, теперь казались ему не только ничтожны, но и забавны. Что было ему за дело до того, что эта женщина вела где-то там ту жизнь, которая ей нравилась. Другими словами, Пьер Безухов, находясь в плену французов, босиком, в рубище, ночуя в балагане, в бараке, без личной свободы, под конвоем, голодный, пленных кормили похлебкой из издохших лошадей, чувствует себя свободным. Он не должен ничего сейчас решать в своей жизни, потому что он не может, он лишен свободы выбора. Ему не нужно определяться, отвечать за свою жизнь или за жизнь своих людей. Он полностью свободен от обязательств. Он выпал из общества, и он наслаждается самим существованием. Он свободен. Вчера он граф, спал на мягкой перинке, его одевали слуги, он пуговички на камзоле своем не застегивал. У него лучший стол, самые тонкие блюда, столичный салон, куда стремятся люди со всей России. Для них счастье побеседовать с его очаровательной, прекрасной женой. А сегодня Пьер хуже нищего, потому что он еще и пленный, у него нет личной свободы. Эта разительная перемена заставит задуматься, а почему так? Кто дал мне эту жизнь? Кто дал мне богатство, роскошь? Чем я отличаюсь от солдатика Платона? Почему одним все, а другим ничего? Почему я тут вообще? Как так случилось, что я босой и в рубище? Однако небо все тоже надо мной. Значит, не мир изменился, а изменилось мое положение. Судьба человека ничто, нет ничего прочного в этой жизни. Интересно, Лев Толстой испытывал такие перемены в судьбе, разве только после крупного проигрыша. Но ему никогда не грозило настоящее разорение, разве только экзистенциальный кризис и страх смерти. Два пунктика Льва Толстого – самые большие его страхи. Прежде, разрушавший все его умственные постройки, страшный вопрос «зачем?», теперь для него не существовал. Теперь на этот вопрос «зачем?», в душе его всегда был готов простой ответ за тем, что есть Бог, тот Бог, без воли которого не спадет волос с головы человека. Это чувство Пьера Безухова, который ощутил свободу, пережил экзистенциальный кризис, и ему пришел ответ на те вопросы, которые его мучили. Ответ был таким. Конечный замысел Создателя нам недоступен. Мы, существа, ограниченные. Конечный. Мы не можем представить себе непрерывность. Пишет сам Толстой. Мы мыслим отрезками времени, поэтому непрерывность процессов для нас недоступна. Поэтому не нужно гадать, предсказывать, строить предположения и просчитывать миллиарды вариантов. Просто живите. Пьер Безухов отдал контроль над своей жизнью в руки Бога, неба, мироздания и стал абсолютно счастлив, доверившись ему. Это звучит, как цитата блогера-эзотерика на ретрите, но похоже, что это то же самое. Пункт шестнадцатый. Наташа Ростова – идеальная женщина. Серьезно? Война и мир, по сути, могла бы называться разум и чувство. И здесь мы видим любовь Толстого к английским романам. Вряд ли он читал Джейн Остин, только потому, что это был именно женский роман. А роман для женщин – это желтая литература того времени, то есть низкопробная литература. Но английскую литературу Толстой в 60-е годы очень уважал. Даже выписал англичанку в учительницу для детей, чтобы они могли читать по-английски в оригинале. Софья Андреевна по-английски не говорила. Почему роман мог бы называться разум и чувством, как у Джейн Остин? Вы помните, что разум воплощает в себе Андрей Болконский, а чувства – Наташа Ростова. Болконский в конце умирает. Тем самым Толстой показывает, что на разум в жизни положиться нельзя, он подводит. Сам, кстати, Толстой постоянно рефлексирует и анализирует свое поведение, мысли и чувства и строго себя судит. Поэтому его особо привлекает противоположный тип – чувства. Его идеал и любимая героиня – это Наташа Ростова. Женщины, будьте как Наташа Ростова, буквально кричит нам Лев Толстой. Все, абсолютно все, не только девушки 15 лет, которые читают «Войну и мир» по школьной программе, но я тоже, мы задаемся вопросом, почему Наташа Ростова – идеальная героиня и самая любимая у Толстого? Почему он берет недалекую девушку, совсем не образованную, не очень умную, которая не может регулярно или нормально писать своему жениху Андрею Болконскому, в которого, видимо, влюблена, но при этом бросается в омут страсти, животной страсти с Курагиным и собирается бежать с ним до первого отеля, я уверена. Короче говоря, Лев Толстой берет глупую курицу без рефлексии и называет ее идеалом. Образ Наташи Ростовой, конечно, для меня непонятен, как 20 лет назад, так и сегодня. Зачем Толстому делать из Наташи сильную, красивую и плодовитую самку? Цитата. Наташа не следовала этому золотому правилу и состоящему в том, что девушка, выходя замуж, не должна опускаться, не должна бросать талант, должна еще более, чем в девушках заниматься своей внешностью, должна прельщать мужа так же, как она прежде прельщала не мужа. Наташа, напротив, бросила сразу все свои очарования, из которых у ней было одно необычайно сильное пение. Она, то, что называют, опустилась. Наташа не заботилась ни о своих манерах, ни о деликатности речей, ни о том, чтобы показываться мужу в самых выгодных позах. Предмет, в который погрузилась вполне Наташа, была семья, то есть муж, которого надо было держать так, чтобы он нераздельно принадлежал ей, дому и дети, которых надо было носить, рожать, кормить и воспитывать. На мой взгляд, мы видим здесь перед собой сугубо мужскую точку зрения, точку зрения удобным мужчинам, что женщина, сделавшись женой, перерождается и больше уже не прежняя волшебница, а самка, питающая свое потомство. Оставим такую точку зрения на совести Толстого, сочтем ее за частное, субъективное мнение писателя, который хотел что-то противопоставить обществу и его идеальным идеалам, как успешный успех сегодня. Заметим только, что пройдет десятилетие и верная жена и соратница Толстого, Софья Андреевна, живущая одними только интересами мужа и семьи, становится неинтересна писателю. Начинается история романа Анна Каренина, сплошное разочарование в семейной жизни, когда и развестись нельзя, осудит общество, и жить вместе невозможно. А дальше и крейцерова соната, когда жена раздражает мужа просто тем, что хлюпает, когда пьет свой чай. Или ссора с истериками, уходом из дома, случается из-за спора о том, что какая-то собака взяла приз на выставке. Во-первых, Лев Толстой бессознательно подбирает себе женщину, спутницу жизни, он только недавно женился, исповедует свой идеал, рисует ее везде. Вспомним его предыдущую работу «Семейное счастье». Это история сироты Маши, 17 лет, которая выходит замуж за мужчину, намного старше ее. Идеал Толстого – девушка, взятая из родительского дома, наивная, без представлений, без убеждений, собственно, еще ребенок, не знающий жизни. Опытный супруг может лепить из нее что угодно, то есть научить ее жизни своими глазами, заставить исповедовать свои принципы. Что получает девушка? Она не может жить никакой своей жизнью, не может сопротивляться тому, что ей не нравится, не может никак противостоять супругу, если у них разногласия, да и разногласия быть тоже не может, потому что права голоса у нее нет. Потому что она – такой же ребенок, только рожающий детей, занимающийся хозяйством, принимающая приятельниц, которых муж разрешил пускать в дом. Такое животное состояние женщины. Хотели бы вы такого для своей дочери? Что бы вы сказали о такой девушке? Сколько можно считать Наташу Ростову идеальной героиней русской литературы? Кстати, добра ли она? Потому что за добро и наличие совести мы готовы простить почти все – и человеку, и персонажу. Как вам кажется, Наташа добра только к тем, кого любит, к своей семье. Соня в этот круг уже не входит. Однажды Наташа проявляет благородство, когда отдает подводы раненым, чтобы вывести их из Москвы, а не драгоценную мебель и картины. Толстой очень далеко обитает от какого-то высокого нравственного идеала. Вспомните героиню Тургенева Елену Стахову. Она вся духовное искание. Кто придет? Каким он будет? Какой высшей цели будет служить этот человек? Верно, это будет лучший в мире человек, потому что цель его жизни самая благородная. Да, Елена Стахова обманулась со счастьем, но высшую цель – жить для свободы других людей – она переняла от своего жениха и мужа Инцарова. Одинцова, исследующая свои чувства и внутренний мир, барыня с железной волей, страсть для которой не повод менять свои распорядки дня. И тем более она не выходит замуж за неизвестного доктора Базарова. На этом фоне Катя Одинцова, ее сестра, с Аркадием Кирсановым, ее женихом, кажутся маленькими людьми, которым многого не надо, выйти замуж бы за ровнюшку. Вот они и похожи на идеальных героев Толстого – Левина и Китти. Но для Тургенева они все-таки мелковаты душой, не поэтичны и не интересны. Возможно, Толстой пытается защититься от опытных женщин, которые могли бы им, как мужчины, манипулировать. Сам Толстой легко согласился на мезальянс. Сам искал девушку вне света, образованную, воспитанную, но молодую, без жизненного опыта и без большого приданного. При этом Толстой считал, что сможет воспитать себе супругу хотя бы своим примером. Они будут вместе, рука об руку, идти по дороге самосовершенствования. Но получилось то, что получилось. После войны и мира мы видим Анну Каренину с ее адюльтером и несчастную судьбой, а потом и более жесткую крейцерову сонату, после которой вообще хочется запретить институт брака. Вообще, наивная идея – воспитать себе жену. Ищите лучше спутника жизни, партнера со схожими взглядами на жизнь, а не дрессированную собачку. Во-вторых, Толстой считает себя человеком, испорченным цивилизацией. Его гложет червь сомнения постоянно. А то ли я делаю? А так ли я думаю? Человека нецивилизованного, дикого, необразованного крестьянина червь сомнения не гложет. В том его счастье. Толстой хочет вернуться в состояние дикаря. Саваж Руссо для него идеал. Но крестьяниным, простым мужиком, пейзан, Саваж, он не может стать. Он граф. Он может работать сахой и точать сапоги только для собственного удовольствия. Поэтому он придумывает себе идеал. Герой, живущий чувствами Пьер Безухов и Наташа Ростова. Пьер Безухов и Наташа Ростова для Толстого – это идеальные люди вообще и идеальная пара в частности. Пункт 17. Чему нас учит Толстой? Сейчас будет немножечко жестко. Чему нас учит Толстой? Недоучка поучает весь мир. С этого момента давайте задумаемся. Чему нас учит Толстой? Какие примеры он нам дает в качестве идеальной картинки? Что он нам продает? Толстой не закончил Казанский университет, бросил факультет восточных языков, а потом юридический. Но при этом он мог успешно самостоятельно заниматься по книгам, освоил древние языки, чтобы переводить Библию, изучал философию, учился лепить, вести сельское хозяйство, много чему Толстой выучился сам. То есть Толстой не мог воспринимать знания только от лекторов-профессоров, потому что в нем бродил дух противоречия и бунтарства. Он был таким плохим парнем в косухе. Много думал и анализировал, но что он думал? Исследовал свои чувства, погружался в них, находил их правильными или неправильными. Толстой считал, что женщинам тоже не нужно учиться. Вспомните уничижительные сцены с обучением княжны Марьи Балконской, уроки алгебры и геометрии, которые ей давал отец. Женщинам не нужно образование, вот эти всякие ваши науки, астрономия, геометрия, просто кричит Толстой. Смотрите, как нелепо это смотрится, как несчастлива княжна Марья, как она плачет, не в силах понять объяснения отца. В качестве бесполезного для женщины предмета обучения Толстой выбрал математические науки. Ведь если бы княжна Марья проходила с отцом курс древней истории или географии, кто бы сказал, что это совсем глупое занятие для женщины, что это ей ничего не даст будущем. Ботаника, химия, медицина, стихосложение, живопись, черчение, экономическая теория. Да много чего могла бы изучать княжна Марья, что было бы более прикладным для ее женского мира. Но нет, она изучала математику, глупость какая-то, пишет Лев Толстой. При этом не думайте, что женщины в Российской империи были совсем не образованы. Да, у них еще не было высшего образования. Высшие женские курсы откроют только через несколько лет, в 1869 году, но среднее образование было распространено. Все три сестры Берс, одна из которых станет графиней Толстой, получили диплом домашней учительницы. Княгиня Екатерина Романовна Дашкова была директор Санкт-Петербургской императорской академии наук. Хозяйки светских салонов, та же Авдотья Панаева, прослыли умнейшими женщинами эпохи. Правда, Толстой выразил свое «фи» относительно хозяек светских салонов в романе. Вспомните Анну Павловну Шеррер и Элен Безухову. Толстой отказывал женщинам в душе, не считал женщину за человека, которому свойственно все то же, что свойственно и мужчине. Слава небу, что алгебру и геометрию преподают в старших классах школы, потому что Лев Толстой ее бы точно отменил, по крайней мере для девушек, и ввел бы домоводство. Человек, для которого семья стала обузой, учит семейной жизни. Человек, у которого не было счастливой семейной жизни в детстве, пишет роман о том, как жить счастливой семейной жизнью. Семейное счастье, война и мир, Анна Каренина, все это романы и следующие частную жизнь. Лишенный семейного очага в детстве, Толстой сочиняет мечту. К моменту написания Анны Карениной, Толстой уже разочарован в идеалах семейной жизни. Он, как Анна Каренина, мечтает зажить новой страстью, бросит все сбежать, никогда больше не видит свою большую и шумную семью. Шесть детей на время первой публикации романа. Крейцерова соната. Муж и жена ненавидят друг друга. Их споры возникают из-за сущей ерунды и заканчиваются отвратительными сценами. Человек, который призывает отказаться от роскоши, получает индивидуальный концерт великого пианиста Антона Рубинштейна. Искусство – это такая же роскошь. Толстой – это тот человек, который порвал билет на концерт великого пианиста Рубинштейна, а потом переживал, что не может попасть послушать музыку. Он даже слег от расстройства. Пришлось Антону Рубинштейну приехать в Ясную Поляну, чтобы сыграть для Толстого индивидуально. Пункт восемнадцатый. Толстой – атеист. Не верит в спасение, не верит во Христа. Дни, когда я перечитывала «Войну и мир», были для меня очень тяжелыми. Во-первых, герои для меня не живые, а альтер-эго автором, персонажи мужского пола и плод фантазии автора – женские образы. Во-вторых, лучше всего Толстому удаются сцены смерти его персонажей. Описание последних минут отца Пьера Безухова. Смерть Лизы Балконской. Балконского. Да, автора будоражит и интересует великая загадка перехода в другой мир. Но при этом Толстой действует как настоящий психологический вампир, потому что эти сцены тяжело читать, особенно впечатлительному читателю, особенно дожившему уже до 40 лет и столкнувшегося с конечностью жизни близких, особенно тем, кто ощутил утрату. Что это за внимательное вглядывание в смерть у Толстого? Здесь мы видим весь ужас Толстого перед концом, перед смертью и больше всего перед его собственной. Видно, что Толстой абсолютно неверующий человек. Со смертью жизнь у него заканчивается, открывается бездна, он не верит во Христа. Говорю с христианской точки зрения, не могу точнее сказать про ислам, но и в исламе также душа вечно, как и в буддизме, до обретения нирваны. Существует мнение, что Толстой это светлый писатель, а вот Достоевский мрачный. Вот и нет, если вы читаете оригинал, то вы прекрасно чувствуете, что Толстой смерти боится больше всего. Это для него такой ужас, что некуда бежать, негде спрятаться, да и жизнь становится бессмысленной в таких обстоятельствах. Любые действия бесполезны. Достоевский абсолютно верующий, у него всегда, всегда есть надежда, всегда есть свет в конце тоннеля, всегда есть огонек веры в добро, в разумность существующего, в то, что в этом мире есть смысл, есть прекрасное, даже если бы оно и промелькнуло и исчезло, как князь Мышкин в обществе, так как князь сошел с ума и вернулся в Швейцарию, но он оставил след, свет. Да, его жалко, но он был, он существовал, показал нам пример сострадания. Поэтому все конструкции Толстого о том, как без ухов находит счастье и смысл жизни, счастье в окружающих, смысл жизни в проявлении любви к ближнему и Левин обретает веру в конце романа Анна Каренина, все эти конструкции выглядят ненадежными, искусственными, замками на песке, колоссами на глиняных ногах. То есть не мог же Толстой, как писатель, закончить роман тем, что Москву спалили, а Каренина бросилась под поезд. Если вы пишете сами, вы знаете, что трудно завершить книгу на такой ноте. Это какая-то незаконченная композиция ни на подъеме, как будто бы не стоило и начинать писать эту книгу, если закончилась еще хуже, чем началось. Если только вы не пишете, конечно, моральную историю, и по делам ему грешнику за дела такие-сякие. Толстой же претендует на реализм в описании, а сам просто приправляет роман счастливой концовкой, как торт кремом сверху, потому что иначе это не торт, а неудачный торт. Впрочем, в «Войне и мире» разочарование в жизни и в вере еще не так четко выражено. Возможно, Толстой еще не до конца честен сам с собой. Чего нет в романе Толстого – это переживания за здоровье родителей, свойственного каждому человеку. Лев Толстой остался сиротой в 10 лет, в 2 года умерла мать, в 10 – отец. Он воспитывался тетушками, имел еще трех братьев, так что семья была, но родителей не было. И эта часть жизни – беспокойство за здоровье родителей, страх их потерять, Толстому неведомо, и он упустил ее в своей энциклопедии «Русской жизни». Итак, Толстой, как автор, считает своим долгом предложить читателю какое-то свое понимание того, как надо жить и на что нужно опираться. Здесь есть несколько тем. Тема счастья, тема цели в жизни, тема идеальной жизни, тема «все проходит». Тема счастья. Мысль Толстого развивается от счастья – это отсутствие несчастья, смерти и болезни, до размышления Пьера после плена о том, что счастье – это удовлетворение самых будничных потребностей. Накрытый стол с душистым бульоном, мягкая чистая постель, или когда ему вспоминалось, что и жены, и французов нет больше. Заметили ли вы это – ни жены, ни французов нет больше? Тема цели в жизни. Пьер Безухов и Болгонский спорят о смысле жизни. Это ситуация, когда вы слышите разговор человека воодушевленного, вдохновленного, который находится на подъеме, который открыл для себя смысл жизни, и человека, который находится в кризисе, недавно пережил утрату или разочарование. Безухов вдохновлен идеалами масонов, которые учат, что нужно жить для других, для общества. А Болгонский пережил смерть жены, разгром при Аустерлице и был ранен, и едва выжил. Он больше не хочет воевать за чьи-либо идеалы, или ради чего-то продвижения по карьерной лестнице. Он решил жить для себя и для своих близких. По сути, здесь Толстой спорит сам с собой. Представляет две точки зрения, обе разделяет и думает, откуда склониться, жить для себя или для других. То есть, жизнь – это подвиг для других. Или живи, не навреди, жди окончания жизни. В итоге Болгонский умирает от смертельной раны, полученной при Бородино. А Пьер остается жить и решает для себя вопрос о смысле жизни. И смысл жизни – просто в ее проживании. Он бросил трубу, в которую смотрел до сих пор через головы людей, и радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь. И чем ближе он смотрел, тем больше был спокоен и счастлив. Прежде разрушавший все его умственные постройки страшный вопрос «Зачем?», теперь для него не существовал. Теперь на этот вопрос «Зачем?» в душе его всегда был готов простой ответ. «За тем, что есть Бог». Толстой приходит к выводу, что решать подобные вопросы не в компетенции человека. Человек не способен осознать всего течения жизни, своих целей, целей других людей. Он не способен ничего контролировать. Это все иллюзия контроля, которая нас морально опустошает. Чем выше поднимается ум человеческий в открытиях этих целей, тем очевиднее для него недостаточность, конечность цели. Тема идеальной жизни. Идеальная жизнь для Толстого – это то, как живет Николай Ростов в браке. Управляет имением жены, заботится о крепостных, вникает во все хозяйственные вопросы. Не служит, но верен долгу. То есть говорит, что если придет приказ стрелять в мятежников, он будет в них стрелять. Так Толстой представляет раскол в обществе при любом конфликте типа гражданской войны, восстании декабристов. Самая светлая тема Толстого, которая дарит нам надежду, эта тема все проходит. Все проходит, все восстанавливается. Пьер Безухов после сожжения его московского дома стал вчетверо богаче. Наташа Ростова после смерти жениха все так же стремится к счастью, хочет любить и быть любимой. Даже давним знакомым Пьером Безуховым. Марья Балконская, живя скромно, не имея притязаний на успех в обществе, как ее брат, доживает до своего тихого, но волшебного счастья с любимым человеком. Все сложится хорошо, как бы говорит нам Лев Толстой. Если еще не сложилось, то это значит, что это еще не конец. За всеми испытаниями наступит хэппи-энд. В конце романа дается затравка для следующего романа о декабристах, который так и не будет написан. Итог. Чтение «Войны и мира» очень сильно снизило мою тревожность. Да, я пережила все то, на что мы обычно закрываем глаза. Меня тянуло оставить книгу в некоторых местах. Как человек впечатлительный, я пролистывала некоторые сцены, да. Но в итоге мне стало как-то лучшим. Даже своим искусственными конструкциями, когда Толстой говорит, что жизнь не напрасно нам дана, все же он убеждает, что смысл во всем этом должен быть. Чтение само по себе успокаивает. Чтение Толстого успокаивает еще больше. Экранизация. Не секрет, что многие предпочтут чтению оригинальной книги просмотр фильма Сергея Бондарчука. Да, это великая киноэпопея. Великолепный пересказ романа. Здесь присутствуют почти все сцены, которые были в романе. И ключевые, и дополнительные. Но! Она обобщает роман до фразы. Человек создан для счастья. И если все добрые люди возьмутся за руку, выступят против злых людей, то добрые люди победят. И все у нас получится. Как вам такой финал? Немного наивно и инфантильно, не правда ли? Конечно, Толстой стремился к простоте, но все равно это очень упрощенный взгляд на роман. И самый-самый-самый последний итог. Да-да-да, конечно, Лев Толстой чертов гений. Великий писатель, который не написав ничего особенного, кроме текста в четыре тома или в две книги, затянул вас в свой выдуманный мир, влез вам в голову, описав несколько анекдотов, свои соображения насчет войны с Наполеоном, несколько животрепещущих сцен, несколько страшных сцен с описанием смерти героев, он все же смог вас и меня очаровать и вызвать катарсис в наших душах. Читайте хорошие книги.